АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Однако, вопреки дававшимся нам на высшем уровне заверениям, выбор был сделан, к сожалению, в пользу последовательного расширения НАТО на восток, последовательного передвижения военной инфраструктуры Альянса в непосредственную близость границ Российской Федерации. Понятно, что бесконечно так продолжаться не могло, и нерешенность ключевых проблем, существующих в военно-политической сфере в Европе, настойчивое заявление, что все новые и новые страны, включая бывшие республики Советского Союза, обязательно будут в НАТО, все это вылилось в августе 2008 года в кризис в Закавказье, который был начат совершенно безрассудным, агрессивным поведением тогдашнего президента Грузии. Ну и все это в последние месяцы, как в капле воды, отразилось ситуацией на Украине, где Соединенными Штатами, Европейским Союзом была попытка, давайте называть вещи своими именами, тем более, что мы среди ученых, а не на дипломатическом рауте, была предпринята попытка осуществить очередную цветную революцию, операцию по неконституционной смене режима. При этом мало у кого из серьезных аналитиков есть сомнения, что речь идет не столько о судьбе Украины, а о том, что Украину просто использовали, и продолжают пытаться использовать, как пешку в геополитической игре. И к тому же наших западных партнеров не смущает то, что попытка реализовать их замыслы при помощи властей, которые опираются на ультра-националистические, неонацистские по сути силы, это вариант совершенно неработоспособный. Обвинение в адрес России в том, что она, откликнувшись на свободное волеизъявление крымчан, будто бы подорвала дух партнерства в Европе, не стоит бумаги, на которой они написаны. Этот дух партнерства, как и серьезная работа по созданию климата подлинного доверия на нашем континенте, были принесены в жертву политики сдерживания нашей страны, от которой по существу на Западе от этой политики никогда не отказывались. Достаточно вспомнить истеричную антироссийскую пропаганду, которая захлестнула США и Европу задолго до украинских событий, стремление всеми силами очернить Олимпиаду в Сочи. Ни о какой украинской проблеме тогда речи не шло. И я в моих контактах с моими коллегами, которые говорят, вот Россия должна заставить Юго-Восток Украины сделать то-то и то-то. Почему-то каждый раз, когда обостряются международные кризисы, нам заявляют, что мы должны в одиночку все решить. Несколько лет назад, когда не возобновились переговоры по иранской ядерной программе, говорили, что вот если только Россия прикрикнет, и иранцы сразу же послушаются и сядут за переговорный стол. Потом была Сирия и продолжается Сирия, где нам говорят, вот если только Россия скажет президенту Ассаду, и сразу все встанет на свои места, сразу прекратится терроризм, пусть только он уйдет. Теперь нам заявляют, что и на Украине все от нас зависит. Нам, конечно, это льстит, но для державы, как нас охарактеризовали, регионального масштаба, наверное, не все по плечу. Поэтому мы за то, чтобы действовать коллективно, именно коллективные действия позволили продвинуться по Ирану, именно коллективные действия позволили добиться договоренности о химическом разоружении Сирии. И только коллективные действия помогут реализовать такой курс по украинскому кризису, который будет отвечать прежде всего интересам самого украинского народа. Не скрою, в Евросоюзе раздается все больше трезвых голосов, призывов разорвать, наконец, цепь абсурдных действий в том, что касается украинского кризиса. И, в принципе, признается опасность навязывания Украине искусственного выбора между Западом и Востоком. Мы о контрпродуктивности подобных попыток предупреждали заранее, предлагали и поддерживали идею консультации в трехстороннем формате России и Евросоюз Украина с целью совместно остановить кризисное развитие событий еще в декабре. И тогда нас вежливо отодвинули в сторону, сказали, чтобы мы не мешали развитию отношений между Брюсселем и Киевом. Сейчас, вроде бы, очередное предложение президента Российской Федерации начать серьезные консультации с участием всех заинтересованных сторон поддержано. Рассчитываю, что эта поддержка материализуется в практические действия в самом ближайшем будущем. И, в целом, Россия, если кто-то серьезно проанализирует произошедшие за последние два с половиной десятилетия, сделала больше, чем кто-либо для поддержки независимости и мирного развития братского украинского народа. И направила на эти цели десятки миллиардов долларов с момента распада Советского Союза. И мы убеждены, что Украина, сохраняя законодательно закрепленный внеблоковый статус, должна быть не пространством для геополитического противостояния, а связующим звеном между Россией и Западной Европой, обеспечивая то самое продвижение, в пользу которого высказывается и Россия, и руководство Евросоюза, продвижение к формированию единого экономического и гуманитарного пространства от Атлантики до Тихого океана. Мы исходим из того, что в рамках такого процесса все государства, в том числе не входящие в интеграционные процессы Евросоюза и Таможенного Союза, получили бы новые беспрецедентные возможности для экономического роста и комфортного существования. А попытки вбить клин в отношении между Россией и Евросоюзом, не допустить создания подлинно большой Европы, могут быть направлены лишь на сужение совокупных возможностей наших стран обеспечивать свои позиции в сегодняшнем высоко конкурентном мире. Совместная работа по укреплению международной стабильности, по созданию условий для широкого международного сотрудничества, выстраиванию коллективных действий в интересах урегулирования глобальных и региональных проблем – это основа внешнеполитической философии нашей страны. Мы твердо настроены на развитие плодотворного взаимодействия со всеми, кто проявляет к этому встречную готовность. Через продвижение проекта евразийской интеграции мы вносим реальный вклад в формирование условий для долгосрочного процветания наших народов, в усилия по созданию своего рода строительных блоков будущей глобальной архитектуры. Хороший пример взаимовыгодного партнерства – беспрецедентно высокий уровень российско-китайских отношений, которые становятся все более существенным фактором мировой политики. Отношения в рамках «тройки» – Россия, Индия, Китай. Отношения в рамках «БРИКС», который активно развивает свои связи с региональными структурами в Африке, Латинской Америке и на других континентах. Я думаю, что экспертным кругам, университетскому сообществу, которые имеют возможность абстрагироваться от повседневных проблем и постараться заглянуть за горизонт, принадлежит важной роль в создании интеллектуальной базы, будущей полицентричной системы мироустройства, которая опиралась бы на множественность культурно-цивилизационных укладов, ценностей и моделей развития. Желаю вам всяческих успехов. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ